Глава двадцать третья. Томас женат. О томе повернулось и вышло. Я увидел, как за ней упал золотой парчевый занавес. Обессиленный и измученный, я упал на подушке своего ложа и почти тотчас же заснул. Вероятно, я спал очень долго, так как проснулся поздно ночью. Но в комнате моей не было темно. Пламя пожаров, зажженных испанцами, красным заревом охватило все небо. Кругом было тихо, как в могиле. Все события этого страшного дня воскресли в моей памяти. И я стал теперь обдумывать, что делать. Бежать ли к испанцам, рискуя встретить смерть от руки де Гарсия, или остаться с ацтеками и стать мужем о томе, отрекшись от мысли вернуться на родину, по крайней мере, пока жива о томе. Среди испанцев был де Гарсия, мой страшный враг. Он был одним из них, и, следовательно, его друзья были моими врагами. Ацтеки же, будучи моими друзьями, становились одновременно его врагами и врагами всех испанцев. И уже одно это заставило меня склониться на сторону ацтеков. Таковы были мои рассуждения. Но решила за меня сама судьба. В то время, когда я обдумывал эти вопросы, в комнату вошел Гуатемок. Он был бледен, изнеможен и, видимо, сильно страдал от раны, полученной им в последнем страшном сражении на Теукале. — Приветствую тебя, Тейль, — сказал он. — Я пришел звать тебя предстать перед советом. — Какая участь готовится мне, принц? Ты сегодня ушел из рук жрецов, и они не притронутся к тебе. Но совет решить, быть ли тебе одним из наших и вознестись на высшую степень почета, или же умереть. А Томи сделала все, что могла, чтобы заручиться расположением советников и добиться от них благоприятного решения. Если у тебя есть душа, Тейль, ты должен быть ей благодарен, так как ни одна женщина не может любить так, как она. Пойдем же, друг, нас там ждут. Я последовал за принцем в большую залу совета. Здесь собрались все оставшиеся в живых представители родовитейших фамилий. Некоторые были в скромных обычных одеждах, другие — в полном боевом одеянии, а один — в одежде жреца. Они сидели полукругом на подушках, а в центре этого полукруга я заметил человека мрачного, но величественного вида в стальной кольчуге и керасе. Это был Куит-Лахуа, который после смерти Монте-Сумы должен был стать императором. — Скажи мне, Гуатемок, племянник мой, кого ты нам привел сюда? — спросил он. — А, это тот Тейль, что был богом Тецкотом до сегодняшнего дня. — Почтенные советники, к вам обращаюсь я. Мы должны решить немедленно участь этого человека. Законно ли будет возложить его вторично на жертвенный камень? — Нет, — послышались голоса. Даже сам жрец поднялся и сказал. — Если хотите, убейте его. Но на жертвенный камень класть второй раз не должно. Человек этот по крови Тейль, стало быть, наш враг. Мы не должны допустить, чтобы он бежал к ним и рассказал им о нашем бессилии и унынии. — Решайте же его судьбу, братья, так как нам нельзя терять много времени над этим вопросом, когда тысячи жизней наших братьев зависят от решения нашего совета. В ответ поднялся Гуатемок. — Я того мнения, братья, — начал он, — что если мы пощадим жизни этого человека, который и не Тейль, а человек другой, белой расы, ненавидящий Тейлей также, мы ненавидим их, то он, зная их язык и обычаи, а также их манеру вести войну, сумеет быть нам очень полезен своими советами и указаниями. — Кроме того, я ручаюсь своею жизнью, что он человек честный, благородный и предателем никогда не будет. Жизнь твоя, Гуатемок, племянник мой, имеет, конечно, большую цену. Но кто может поручиться за белого человека? Все они живут ложью и обманом, и слово их не имеет цены. Не лучше ли казнить его и разом положить конец сомненьям? Помните, братья, что он повенчан с Отоми, принцессой и вождем племени Отоми. Я знаю, что она тоже готова поручиться за него. Разреши дяде призвать ее сюда. Пусть она сама скажет в присутствии всего совета свое слово. Призови ее, если хочешь, но женщина, которая любит человека, слепа и плохой судья. А женою его она была только в силу религиозного обряда. Большинство голосов высказалось за то, чтобы принцесса была призвана на совет. Она вошла, царственная и величественная, в своем торжественном одеянии и, встав перед советом, поклонилась собранию. Куитлахуа сообщил ей, в чем дело, и спросил, готова ли она поручиться за этого чужеземца. Единственной порукой со стороны женщины могло быть только то, если она согласится взять его себе в мужья. — Если он согласен стать моим мужем, то и я согласна взять его в мужья и поручиться за него своей жизнью, — отвечала Отоми. — Но пусть он сам скажет свое слово. — В его ответе нельзя усомниться, когда выбор предстоит между казнью и супружескими объятиями такой женщины, как принцесса Отоми, — сказал Куитлахуа. — Говори, Тейль. — Что я могу сказать? — ответил я. — Я, конечно, рад стать ее мужем. Сама судьба соединила нас с ней сегодня на жертвенном камне. — Помни, — произнесла Отоми, — что для тебя этот брак значит отказ от твоего прошлого. — Помню и знаю. — Я слышу, — сказал Куитлахуа, — что ты готов стать мужем принцессы Отоми и тем спасти себе жизнь. — Но скажи, чем ты докажешь нам, что мы можем на тебя положиться, и что ты не предашь нас испанцам? — Я ненавижу их, как и вы. Среди них находится мой смертельный враг, который еще сегодня покушался убить меня. — Я готов принести вам клятву верности. Но если этого недостаточно, если вы не доверяете мне, то лучше казните меня теперь же. Я и так уже достаточно выстрадал от вас, и мне право безразлично теперь жить или умереть. — Речь твоя смелая, Тейль, — произнес Куитлахуа, председатель совета. — Теперь прошу вас, братья, высказать ваше мнение, быть ли ему одним из нас и супругом Отоми, или же быть казненным без промедления. Оказалось, что из двадцати шести голосов тринадцать высказались за одно, а другие тринадцать — за противоположное решение. И решающим голосом должен был быть голос Куитлахуа. Но Отоми предчувствовала, что его слово могло стать роковым для меня, своего возлюбленного, и потому попросила слово, прежде чем дядя решит участь Тейля. — Народ мой свернул с правильного пути, — сказала она. — И пошел по следам предателей отечества, соседей своих тласкаланов. Вы рассчитываете на мою помощь, чтобы вернуть это племя к сознанию своего долга, и я говорю вам, высокие члены совета, что если вы казните этого человека, то я лишу себя жизни вместе с ним. И тогда ищите кого-нибудь другого, чтобы образумить народ. Это мое последнее слово. Тогда Куитлахуа стал упрекать ее в том, что она ставит этого белого пришельца выше своей любви к родине. Но Отоми оставалась величественно спокойной и непоколебимой в своем решении. — Так пусть же будет так. Принцесса Отоми нам нужна. Племя Отоми дает нам тридцать тысяч воинов, а против любви женщины все на свете бессильно. Тейль, мы даруем тебе жизнь, и вместе с тем почет, высокое положение и богатство, а также лучшую из наших женщин по знатности рода и красоте. — Прими это, но смотри, не забывай того, что мы сделали для тебя. В этот момент я почувствовал, что Отоми, жена моя, распасла мне жизнь. — Пусть он примет крещение крови, и пусть принесет клятву верности, затем его поменчают с принцессой, — сказали теперь все члены совета. — Тогда ко мне подошел жрец с большой деревянной чашей и стеклянным ножом, и, обнажив мою руку до плеча, сделал разрез и выступившую кровь из раны собрал в деревянную чашу. Затем обратился с вопросом, чьей кровью окрестить меня. — Моей, — вмешался принц Гуатымок, — так как кровь его уже смешалась сегодня на жертвенном камне с кровью Отоми, и они теперь муж и жена, а я тоже поручился за него своей жизнью. Тогда жрец собирался и ему пустить кровь. Но Гуатымок указал ему на свою рану, и тот, удалив повязку, принял несколько капель его крови в другую подобную чашу, и, обмакнув в ней свой палец, начертил им крест на моем лбу, при этом произнося за меня клятву торжественного отречения от родины и своего народа, от мысли об измене или бегстве, клятву верности стране и народу Анахуака, и клятву супружеской любви и верности принцессе Отоми. — Клянешься ли ты в присутствии Бога-творца, который все видит и все слышит? — спрашивал жрец после каждого пункта, и я отвечал. — Клянусь. — Клянешься ли, что пока будет куриться попа Катя Петль, пока цари не перестанут царствовать в Тенатчитлане, и жрецы не перестанут возлагать жертвы на алтари богов Анахуака, а народ этот не перестанет быть народом, ты не нарушишь своей клятвы? — Клянусь, — подтвердил я. — В то время, конечно, ни я, ни жрец, никто из присутствующих не думали, что через пятнадцать лет все это, что казалось тогда невозможным, сбылось. — И клятва моя сама собою потеряла свою силу. После того Гуатемок подошел ко мне. — Приветствую тебя, Тейль, мой брат по крови и по душе. Теперь ты один из наших. Мы ждем от тебя помощи и совета в нашем горе. Приди и сядь среди нас. И он, взяв меня за руку, повел в полукруг советников. Теперь и Куит Лохуа, улыбаясь, произнес. — Приветствую тебя, Тейль. Испытание твое окончено. Мы приняли тебя в свою семью. Теперь ты наш брат, как и мы твои братья. Как супруг о томе, ты теперь знатен и велик на совете. — Займи же свое место среди нас, подле брата твоего, Гуатемока. О томе удалилось. И совет приступил к обсуждению государственных дел. Советники один за другим подавали свои советы и высказывали свое мнение. Под конец Куит Лохуа обратился ко мне. — Теперь мы ждем от тебя совета или разумного слова. Ты знаешь нравы белых людей. И неужели ничем не сумеешь помочь нам? — Говори, брат мой, — сказал Гуатемок, — все мы ждем твоего слова. Подумав немного, я сказал им, что они напрасно тратят свои силы в постоянных битвах с испанцами. Таким путем им не одолеть врагов. Их следует изнурить голодом и жаждой, продолжительной осадой, так как они и теперь уже изнурены. Мой совет — не атаковать их более, а только не допускать поступления никакого провианта к ним. А если они и тогда не сдадутся и пожелают пробить себе путь к берегу, тогда уже нетрудно будет истребить их. Кроме того, следует преградить им путь к отступлению глубокими рвами, которыми следует перерыть все пути и дороги из города. И тут-то у этих рвов атаковать их со свежими силами. Шепот одобрения пронесся по залу. — Кажется, мы поступили разумно, пощадив жизнь этого Тейля. — Совет его дельный, — сказал принц Куитлахуа. — Я того мнения, что его советы следует послушать. — Каково ваше мнение, братья? — Мы говорим, как ты, что брат наш сказал хорошее слово и что следует послушаться его. Вскоре после того совет разошелся, и я, едва держась на ногах от изнеможения, вернулся в свою комнату. Бледная заря занималась на востоке, и в розовом отблеске ее я увидел в дальнем конце комнаты о томе в белой одежде и в ее драгоценном уборе. Неземной красотой сияла она. — Я подошел к ней. Она же обвела мою шею руками, и уста наши слились в долгом поцелуе. — Ну, теперь все кончено, — прошептала она. — На счастье или на горе, но мы с тобою одно на всю жизнь. — Да, теперь все кончено, — отозвался и я. Таким образом я, Томас Вингфильд, стал мужем о томе, дочери Монтесумы, главы племени о томе.